МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Репродуктивное здоровье – одна из важнейших составляющих здоровья человека и общества в целом. Здравствуйте! С вами программа «Будьте здоровы» и я ее ведущая Сабина Лемарова. И сегодня мы поговорим о здоровье репродуктивной системы нашего организма. 2024 год в России объявлен годом семьи. Важный аспект семейной жизни – рождение детей. И здесь ключевую роль играет репродуктивное здоровье, которое складывается из физического, умственного и социального благополучия супругов. В настоящее время сохранение репродуктивного здоровья – важнейшая государственная задача в масштабах всей страны. Это касается абсолютно всех, потому что все мы женщины, все мы хотим иметь деток и иметь возможность плодотворно трудиться, иметь здоровье. Но у женщины биологическими часами ее репродуктивного здоровья являются яичники. Конечно, не только они. Это общий комплекс эндокринных органов и желез, которые присущи женскому организму. И поэтому все это требует очень тщательного наблюдения, очень тщательного внимания и, так сказать, заботы со стороны самой женщины. Репродуктивный период женщины, когда она способна благополучно зачать, выносить и родить ребенка, начинается с 22 лет, отмечают медики. С возрастом детородная функция угасает у женщин после 35 лет, у мужчин после 45. Очень важно женщине обращать внимание на общее состояние. У женщины звоночки репродуктивного здоровья очень четко прослеживаются. Со своим доктором, когда она приходит на прием, она может все это обсудить очень подробно и индивидуально для каждой женщины. Что касается общих моментов, желательно прежде всего соблюдать режим сна. Вовремя ложиться отдыхать, часто отдыхать, потому что наш северный регион имеет особенности определенные, поэтому женский организм работает как часики, когда женщина соблюдает биологические ритмы своего организма. Нужно придерживаться принципам правильного питания, исключать такие вредные продукты, как алкогольные напитки, это самое главное, исключать газированные сладкие напитки, исключать фастфуд обязательно и следите за тем, чтобы мясо, рыбы или просто мясные какие-то продукты были хорошо термически обработаны. Не употреблять в рацион питания сырые яйца, потому что можно заразиться сальмонеллезом, что также будет препятствовать не только, конечно, и беременности, но и вообще проблемы со здоровьем могут возникнуть. Женщинам важно помнить, что в сохранении репродуктивного здоровья главную роль играет личная гигиена, контроль менструального цикла, здоровый образ жизни, правильное половое поведение и профилактика абортов. Обо всем по порядку соблюдение личной гигиены важно в любом возрасте женщины. Нужно принимать ежедневный душ, во время, если это период критических дней, может быть два или три раза в день прием душа, в зависимости от ситуации. Соблюдение здорового образа жизни также играет важную роль в сохранении репродуктивного здоровья. Здесь врачи рекомендуют придерживаться основных принципов. Это достаточное потребление жидкости, полноценный сон, закаливание организма и не только. Питание и напитки, которые мы употребляем ежедневно, влияют на фертильность как мужчин, так и женщин. Есть такое понятие, как индекс массы тела. Это параметры, которые у нас измеряются по формуле. Масса в килограммах, деленная на рост в метрах в квадрате. Если индекс массы тела ниже 18,5, это недостаток массы тела. Если выше 25, это избыточная масса тела. Если выше 30, это ожирение. Если при неправильном питании у пациента возникает недостаток массы тела, или избыточная масса тела, или ожирение, то тогда возникают проблемы у пациентов с бесплодием. Обязательно женщине заниматься физическими упражнениями. Не обязательно нагрузка спортом, но физические упражнения. Та же йога, пилатес или какие-то другие моменты. Они помогают подобраться к тонкой структуре яичников. Улучшается кровоснабжение органов малого таза. Соответственно, работают яичники совершенно хорошо. И женщина тогда чувствует себя более сбалансированной. Здоровый образ жизни – это также и отказ от вредных привычек, таких как алкоголь, табакокурение и не только. По данным Всемирной организации здравоохранения, 39% женщин и 20% мужчин являются бесплодными. И наиболее распространенная причина бесплодия – как раз вредные привычки. Репродуктивное здоровье женщин влияет больше. И табак, и курение, и наркотики. Все очень просто и физиологично. То есть по физиологии свои мужчины, половые клетки свои продуцируют в течение всей своей жизни, они каждый раз у них новые. А у девушек они заложены на всю жизнь. Один раз на всю жизнь. И если, получается, мы будем подвергать организму интоксикации, то даже еще не развитые яйцеклетки, они тоже будут подвержены влиянию. Фактор курения. Потому что это тоже своего рода определенные вещества, которые могут сказываться на функции яичников, на секреции, слизи, ну и так далее, и так далее. Здесь много моментов каких. Есть, конечно, организм у женщины, когда запас прочности, скажем так, высок. А есть, когда малейшие какие-то нюансы, недосып, где-то какой-то стресс, и начинается вот проблема. Специалисты утверждают, что длительное пребывание в состоянии стресса, волнения или напряжения также приводит к расстройству репродуктивного здоровья. Естественно, стрессы. Стрессы – это гормональный шквал, поэтому в старину всегда принимали сразу травку, мятку, валерьяну, всегда успокаивали нервы. Поэтому я женщинам рекомендую беречь свою нервную систему, потому что любой нервный стресс – это выброс адреналина, это запуск гормональных каких-то моментов определенных, а если есть еще нарушения со щитовидной железой, а если есть еще какие-то другие моменты, то это проявляется негативно и на менструальной функции. Важно для сохранения репродуктивного здоровья придерживаться и правильного полового поведения. На здоровье женщины, как отмечают врачи, особенно пагубно влияет искусственное прерывание беременности. Это травмирующий фактор в любом случае. То есть беременность – это настройка организма на вынашивание, запускается каскад реакций гормональных. Если делается прерывание беременности, или таблетированное, или обычное, то есть это как пояс на ходу. Его останавливают, естественно, идет каскад реакций, которые тоже должны остановиться в организме женщины. Как правило, страдают потом многие функции системы. Это и молочная железа, она гормонозависимый у нас орган. Это и матка, потому что она должна вынашивать беременность. Если делается прерывание, значит, открывается цервикальный канал насильно. То есть это потом уже может сопровождаться угрозой прерывания в будущей беременности. Желание иметь ребенка рано или поздно приходит к любой супружеской паре, потому что дети дарят незабываемые минуты радости и счастья. Но каждой паре следует тщательно подготовиться к будущей беременности и создать благоприятные условия для зачатия и благополучного протекания беременности. Планирование беременности – это очень важный фактор, очень важный момент в жизни женщины, поэтому она должна к этому относиться, ну, скажем так, трепетно и внимательно очень. Я рекомендую девочкам обратиться в консультацию, подойти к врачу, к гинекологу, пройти определенное обследование. Все врачи знают, что нужно сделать для этих моментов, чтобы исключить какие-то заболевания половых органов, кисты, воспаления, миомы, чтобы выяснить, есть ли какие-то моменты. Еще бы я рекомендовала очень обратиться, ну, доктор, конечно, в консультации это тоже обсудит и подскажет, обратиться к терапевту. Естественно, что к беременности подготовиться можно и даже нужно. То есть для этого молодые родители проходят школу, молодые мамы, молодых родителей, где они посещают занятия, гинекологов, психологов, детских врачей, где им рассказывают о том, то есть какие трудности у них могут возникнуть, как справляться с ними. И, естественно, что, допустим, молодым родителям советуют даже, то есть еще до того, как они запланировали беременность, до самой беременности, обратиться, допустим, к тому же психологу, для того, чтобы понять, вообще готова ли эта семья на сегодняшний день иметь ребенка. При планировании беременности важно пройти обследование как женщине, так и мужчине. Так семья Ошедовых отнеслась к планированию ребенка очень ответственно. Семейная пара прошла комплексное обследование в рамках сертификата молодоженов. Эта мера поддержки реализуется по поручению губернатора Дмитрия Артюхова. Сертификат мы получили в сентябре этого года и сразу же начали проходить обследование. Все, что можно было, все исследования, которые мы должны были пройти, мы прошли, ну и уже следующий этап, если есть какие-то проблемы, то их решать. Пройти углубленное обследование репродуктивной системы могут супружеские пары, которые заключили брак на Ямале с начала 2023 года. Сертификат действует в течение года, но его срок изначально был всего полгода. Инициатором того, чтобы действия программы расширили, стала Екатерина. Об этом во время честного маршрута она попросила губернатора региона Дмитрия Артюхова. Затея очень хорошая, скажу сразу. Мы получили комплексное обследование, как следствие решения проблем, если они уже есть. Значительно сэкономили бюджет и время. Для нас это очень важно. Сертификат для молодожены включает в себя целый комплекс обследований и консультаций. Также будущие родители сдают различные анализы для выявления патологий и заболеваний. По этому сертификату у нас можно посетить врача-терапевта, врача-уролога для мужчин и врача-гинеколога для женщин. Также очень хороший список обследований. Это гормоны, кровь на гормоны для женщины. Это фолликулостимулирующий гормон, лютеинизирующий гормон, эстрадиол, прогестерон, тестостерон общий, также анализы на сахар, холестерин, общий анализ крови, общий анализ мочи, креатинин. Сдаются ряд мазочков очень хороших. Это мазок на онкоцитологии, на рак шейки матки, мазок на микрофлору и мазок на вирусы папиллома человека. Также мы исследуем и на вирусы простого герпеса первого и второго типов класса МИДЖИ, ВИЧ и сифилис. Всего в Губкинском за время существования этой меры поддержки сертификат получили 125 супружеских пар. Чтобы получить сертификат молодоженов, нужно обратиться в ЗАГС, где был зарегистрирован брак. Участвовать в программе могут новобрачные в возрасте от 18 до 35 лет. Реализация этой меры поддержки решает задачи нацпроектов демографии и здравоохранения. Беременность – естественное состояние женского организма, во время которого происходят изменения в строении и работе многих органов. Поэтому важно своевременно встать на учет в женскую консультацию. Женщина, когда рано приходит на учет, обычно это срок 10-11 недель. Это срок, когда становиться. Немножко раньше женщина может обратиться, если у нее какие-то есть проблемки со здоровьем, если она чувствует какие-то моменты. Ну и подойти, чтобы получить консультацию, какие нужны документы, обследования и так далее. То есть врач по участку это все расскажет. Также в Губкинском для всех женщин работает кабинет медико-социальной помощи. Туда может обратиться любая жительница репродуктивного возраста и получить квалифицированную помощь по любым вопросам. Записаться можно по телефону 3-68-67. Могут приходить женщины, которые, допустим, страдают бесплодием. Потому что очень часто причины бесплодия бывают, допустим, когда у женщины стоит диагноз бесплодия неясной теологии. То есть когда они находят причин, но она, допустим, давно в браке, а беременность не наступает, то здесь могут быть причины психологического характера. То есть такие женщины могут обращаться. Любая женщина, которая планирует беременность и чувствует, что ей нужна какая-то поддержка, то есть подготовиться к беременности, она тоже может обратиться. Поддержка материнства, детства и семьи – важная задача нашего государства. На Ямале уже действует комплексная программа, направленная на поддержку семей. Например, сертификат молодоженов, программа льготных авиабилетов для многодетных семей, чумовой капитал и много других мер поддержки, которые позволяют семьям чувствовать уверенность в завтрашнем дне. А с вами была программа «Будьте здоровы» и до встречи на телеканале «Вектор 24».